приветствую друзья с вами вновь я виталий и сегодня мы с вами продолжим разговор на тему о зоне комфорта как из нее выйти и какие преимущества она нам дает ее наличие этой зоны комфорта на сегодня мы разберем начальную точку начальную точку дадим откуда зона комфорта берется как она формируется это зона это это комфортное состояние человека напишем комфорт здесь как бы подразумеваем что здесь наш комфорт который обеспечивается чем обеспечивается какой-то состоянием какой-то безопасности да то есть комфорт это обеспечение безопасной среды вот так изобразим комфорт внутри внутри как бы безопасности находится то есть внешние границы комфорта обеспечивается безопасностью за безопасность как я вам говорил в предыдущем видеороликах нас отвечает наше подсознание а в нашем сознании как вот сейчас я нахожусь в состоянии комфорта до эмоционального физического элементального комфорта но большинство из нас не разделяют эти состояния на физический комфорт эмоциональный элементальный а объединяет его в некое состояние какого-то повседневного комфорта и отсюда мы можем очень легко увидеть что для того чтобы эту зону комфорта расширить или как бы комфортное состояние преобразовать нам приходится возвращаться к этой к этому вопросу о безопасности то есть мы готовы скажем так как-то расширить безопасность до свою как-то расширить рамки безопасности для того чтобы именно увеличить свою зону комфорта то есть и люди так говорят то есть в комментариях социальных сетях на так и пишут что вы не правы какая может быть зона комфортом я постоянно нахожусь в состоянии комфорта я стараюсь ее расширить и стабилизировать и быть с комфортом состоянии жизни то есть быть удовлетворенным жизнью да это безусловно так и есть то есть 80 процентов вашего времени ходит на что вот здесь у нас цифра скажем 80 сюда мы отправим цифру 20 да ну примерно все это вместе это состояние сто процентов да то есть сто процентов нашей жизни уходит на два поддержания двух состояний состояние комфорта и состояние безопасности обеспечить безопасности этого состояния и результате все наши силы и наши ресурсы наше время жизни фактически уходит на то чтобы поддерживать это самое комфортное состояние в результате о развитии каком-то развитии до человека как личности развитие качества его жизни не приходится говорить и часто мы это наблюдаем также в социальных социальных сетях комментариях таким попав таких пабликах мы можем встретить такую комментарий когда говорят что у меня имеется хороший доход хороший заработок на работе на в деле там бизнеса неважно но эмоционально я выгораю прихожу домой и пытаясь как-то себя переключить как-то эмоционально себя подзарядить как батарейку да и вот это это состояние получается что 80 процентов опять-то возвращающиеся пытаются вернуться в комфортное состояние эмоционально подняться и это состояние нетруднодостижимое да то есть мы измотались на своей работе потому что мы обеспечили безопасность этой зоне зоны комфорта все время зарабатываем денег да то есть качество жизни низкое а уровень жизни высоки да вот при таком положении дел когда наш комфорт находится как бы внутри зоны безопасности при таком положении дел при таком положении дел мы увидели что безопасность безопасность и комфортное состояние вот видите и вот здесь и образуется та самая зона вот это зону скажем да зона такого комфорта да компромисса между безопасностью и между комфортом то есть мы теперь уже не ставим зависимость на свой комфорт от безопасности мы не ставим зависимость прямую мы не ставим зависимость и состояние безопасности от комфорта то есть мы не хотим ничем жертвовать да мы речь мы такой здоровый компромисс между безопасностью и комфортом и создаем зону комфорта при такую зону комфорта мы можем создать только в одном случае если мы берем ответственность на себя за свою безопасность и за комфорт то есть мы не полагаемся на некое некое какое-то автоматическое поддержание безопасности мы не полагаемся на некое автоматическое состояние комфорта который обеспечивает нам внешняя среда мы говорим о том что нет теперь я буду заниматься самым своим комфортом я буду заниматься сам своей безопасностью таким образом мы уравниваем комфорт и безопасность и создаем зону комфорта эту самую зону комфорта она меньше безусловно меньше чем При этом она не большая зона комфорта в окружении безопасности. Эта зона комфорта меньше, но в то же время она дает очень хороший потенциал на расширение этой зоны комфорта в любую сторону. В сторону безопасности я двигаюсь и опять же получаю выражение зоны комфорта, либо в сторону комфорта, комфортного состояния – расширение – это движение. То есть у большинства людей, у большинства из нас вот такая зона комфорта. То есть комфорт находится внутри структуры какой-то безопасности, которая, соответственно, мы бы хотели ее изменить и сделать какую-то динамичную зону комфорта. Для этого нам необходимо такое понятие ответственности. Ответственность на себя берется, ответственность за свою жизнь, за свой мир и так далее, за свое состояние. То есть вы отвечаете сами. То есть вы ни на кого перекладываете свою, ни на кого внешнюю, ни на кого внешней причин нет. То есть в этом состоянии, что причина нашей безопасности, нашего комфорта находится во внешней среде. И, соответственно, от этой внешней среды, от внешнего состояния зависит наше комфортное положение дел. При этом именно мы начинаем попадать в состояние зависимости. Наше комфортное состояние зависит от каких-то внешних причин. И, соответственно, эти внешние причины могут что делать? Могут быть неожиданными, могут быть разочаровывающими, могут вызывать у нас страдания, могут вызывать у нас непонимания и так далее. То есть множество негативных тут последствий будет. То есть это безопасность, это какая-то большая стена, которая отделяет нас от какого-то мира. И этот мир как бы воздействует на эту стену. А мы бы не хотели этого делать. Нам хочется открытый мир иметь, открытое восприятие, открытое мышление, открытое какое-то взаимодействие с людьми, с обществом, с миром, социализация какая-то и так далее. То есть нам такая структура не совсем нас устраивает для того, чтобы мы, когда мы ставим свою цель развитие, рост, повышение своей эффективности и, соответственно, получение высоких результатов, нам такая структура очень неэффективна, она очень затратна и не дает того качества жизни. И тот уровень жизни, она может обеспечить уровень жизни, но качество не может обеспечить. Мы хотим прийти с вами в такой структуре, в структуре нашей зоны комфорта, когда безопасность и комфорт находятся в равном состоянии. Все говорят о том, что выход из зоны комфорта – это условие, это обязательно условие для того, чтобы преуспеть, перейти на другой уровень, достичь успеха какого-то, достичь своих целей, получить какой-то большой результат и так далее. Это необходимое условие выход из зоны комфорта. То есть отсюда надо выйти из этих рамок безопасности и комфорта. Выйти из этих рамок. Как они не из отсюда выйти? Это очень просто сделать, сказала бы, да, на словах просто сделать. А здесь ответ очень простой – слово «ответственность». Ответственность – слово, оно такое казенное, скажем, да, официальное даже. То есть мы много говорим и много слышим, когда оно говорит ответственность на работе, в деле, на службе. Там ответственность за своих детей, за родителей, за какие-то проекты, то есть гражданская ответственность, юридическая ответственность. То есть это большой такой пласт общественных отношений, который нас немножко грузит. Когда мы говорим об ответственности, мы не хотим с ней как бы связываться, с этой ответственностью. Но, тем не менее, на нас возлагается ответственность, но она говорит, что вы дееспособный человек, вы личность, вот он паспорт, вот вам права какие-то водительские. На вас возлагается ответственность, да. И мы хотим от нее маленько избавиться, отдохнуть и как-то развлечься в выходные дни, скажем, когда мы выходим из этого производственного цикла. Но ответственность это такое понятие, конечно, оно забитое, но мне хотелось дать ему положительный окрас, положительный, позитивный потенциал, чтобы вы поняли, что у него имеется, у этого слова. Когда я человек, я хочу отсюда выйти из зоны комфорта, я должен в первую очередь взять ответственность на себя, ответственность за свою жизнь, ответственность за свои поступки, ответственность за свои действия, ответственность за свои мысли, ответственность за свои слова, ответственность за отношения и так далее. То есть весь окружающий мир, все события, которые вокруг меня происходят, происходят потому, что это я. Я во мне причина, во мне начало этих состояний. Я ответственность беру на себя. Я отвечаю. Потому что я этот... Тогда у меня переходит на какое состояние? На состояние я творец. Я творец этого всего. Я это все создал. Тогда, безусловно, когда говорю я себе, если я это отвечаю, значит, я этот творец. Я создал все это. Я строитель всего этого. И так далее. То есть большие, такие высокие аппетиты. Они меня вдохновляют. Соответственно, что происходит? Я сюда выхожу из зоны комфорта на какой-то уровень ответственности. Уровень ответственности бывает разный. Сейчас мы об этом поговорим. Но как только я сюда вышел, что интересно происходит? Процессы безопасности и обеспечения комфорта перестают зависеть от меня. Не надо больше греть голову, свой мозг. Греть, обеспечивая меня мозг, занятый на 80% обеспечением небезопасности или создание воспроизводства ресурсов для моего комфорта. Теперь, когда я взял ответственность на себя, и я понимаю, что весь комфорт находится у меня в голове и не более зависит весь комфорт от меня, потому что я его создаю, я творец, я обеспечиваю свою безопасность, я сам создаю. Все это, все это. Мое творчество, это все. Мое творчество. Только я сюда выхожу на уровень ответственности на определенный, соответственно, мой мозг начинает работать более эффективно. Более эффективно, потому что у него груз ответственности на него спадает и у него образуется потенциал, реализуется потенциал такой творческий, творческие отношения и связи между сознательными и подсознательными частями нашего мозга. Именно этом и большой секрет и кроется. Как только мы дали своим мозгом именно свободу, такую свободу творческого, такого пластичного, нейропластичность, называется, создание отношений и связи между подсознанием и сознанием, то тогда мы получаем тот важный инструмент и тот важный рычаг для влияния, для оказания влияния на свою собственную жизнь. И при этом, при этом, что я получаю, когда я беру на себя ответственность? Я получаю рычаги, рычаги управления своей сознательной жизнью и рычаги и инструменты контроля своей подсознательной, подсознательной программой своего мозга. То есть, фактически, я становлюсь творцом, я управляю своей жизнью и я ее контролирую. Вот эти два важные слова для того, чтобы выйти из зоны комфорта, нам необходимо взять на себя ответственность. Но когда мы говорим об ответственности, это слово, как бы такое общее, но оно имеет там внутреннее содержание. Именно как, когда мы говорим, а как же взять на себя ответственность, как ее сформировать, на какой уровень ответственности я сейчас готов выйти. То есть, уровень ответственности разный. То есть, ответственность у нас складывается из чего? Из доверия. То есть, насколько мне мое подсознание доверяет, насколько мне мое подсознание, мое сознание в меня верит, верит в меня. То есть, мы тогда говорим о таком условии, как уверенность в себе или и самоуверенность. То есть, это два разных понятия. Между прочим, Уверенность нам придают внешние обстоятельства, а самоуверенность придают нам внешнее состояние. Внутреннее состояние – это нас отвечает за подсознательную работу нашего мозга. А внешнюю проявлению уверенности – это наша сознательная часть мозга отвечала за это. Теперь я за все это отвечаю. Я нахожусь на этом уровне ответственности. То есть, теперь моё подсознание на какую-то большую процентик мне доверяет контроль. И моё сознание доверяет мне, верит в меня, даёт мне рычаги поуправлять, да, когда я перешёл на какой-то уровень ответственности. Этот уровень ответственности я могу проявить в качестве какого? В качестве какого-то процесса самообучения, да, или самовоспитания, да. И получаю, в результате что я получаю? Я получаю какой-то характер, я получаю какие-то убеждения. Убеждения какие-то ценности у меня появляются, соответственно, у меня появляются какие-то принципы, соответственно, я это всё проявляю как состояние ответственности, да. То есть, за те действия, поступки я формирую какой-то план, да, план, по которому я действую, по которому программирую своё подсознание и отправляю какие-то задачи в свою сознательную жизнь. То есть, я как бы показываю своему мозгу, показываю, то есть, пишу план какой-то, да, может быть, скромный план там, да, ещё не такой проработанный, не такой глубокий, но тем не менее, моё сознание, моя часть сознательного мозга, неокортекс, моя подсознательная часть, система такого, олимбическая система там понимает, что я занимаюсь такой серьёзной деятельностью, перспективной деятельностью, да, и они начинают мне передавать рычаги управления и контролем, то есть, самообучением и самовоспитанием занимаются. Позанимайся, мы тебе готовы помочь, мы возьмём эту программу, перестроим своё подсознание, мы обучим своё сознательное состояние, воспитаем всё это дело быстренько-быстренько, и, благодаря этим процессам, мы же здесь ответственность убрали, убрали, тогда наша самообучаемость и самооспитаемость быстрее, 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 быстрее происходит этот процесс, в десятки раз быстрее между сознательной частью мозга и подсознательной, очень быстро образуются именно вот эти все важные нейронные связи, и, таким образом, мы переходим скачкообразно, переходим на другой уровень, да, другой уровень принятия решений, то есть, мы открытие делаем какие-то, инсайты какие-то делаем, мы видим какие-то возможности, которых раньше не видели, в каком-то направлении деятельности. Сегодня, друзья, мы с вами говорили об ответственности, и я хотел у вас подрезюмировать это видео, о чём сказать, о том, что мы с вами выходим из зоны комфорта, мы понимаем, как она образовывается, мы её образовали, мы должны рассмотреть свою зону комфорта. У зоны комфорта имеются параметры, обязательно, то есть, эти параметры, у нас, как я сказал вам, ранее в предыдущих видеороликах, бывают физические параметры нашего состояния тела, наше состояние, физическое состояние, и наше эмоциональное состояние имеют также параметры, и наше ментальное состояние имеют параметры. Эти параметры заложены, общие параметры заложены в комфорт, комфорт, который мы получаем какой-то, да, такие же параметры, параметры безопасности, но также имеются. Эти параметры нам необходимо прописать и понять, как мы сформировали свою зону комфорта, какие параметры входят в нашу зону комфорта, какие не входят в зону комфорта, в общую схожую, да, и тогда мы увидим, какие у нас возможности имеются для расширения нашей зоны комфорта, для каких-то инструментов мы можем еще развить, куда двигаться и так далее. То есть наше движение – это, безусловно, движение от состояния покоя к состоянию беспокойства. И это движение от состояния покоя к состоянию беспокойства зависит от уровня нашей ответственности. Мы повышаем наш уровень, и мы сможем тогда глубину нашего покоя и такую высоту, скажем, нашего беспокойства, болевой порог, как бы повысить болевой порог, да, и глубину покоя создать больше, да. Тогда у нас получается вот этот огромный потенциал. Этот потенциал называется наш мир, да, это мой мир уже. Уже мы не говорим о зоне комфорта, не какой-то там с какой-то скрючей на такой области зоны комфорта, какое-то ограничение какое-то, да, или самоограничение. Теперь мы говорим уже о своем мире. То есть я творец своего мира, и этот мир существует в пространстве и во времени, да. То есть мы теперь уже не зависим от пространства и от времени. Это очень интересное качество образуется, да. То есть мы создаем какой-то определенный мир внутри своей головы, внутри моей головы образуется какая-то вселенная, мир и так далее, где происходят процессы подключения к каким-то вселенским процессам, да. То есть если во мне есть мир, я его образовался, соответственно, я могу подключиться к вселенскому миру, вселенским процессам и получать какие-то оттуда ответы, возможности получать, давать запросы и так далее. То есть отсюда, друзья, мы переходим к с вами этому большому-большому-большому проекту. Переходим к как выйти из зоны комфорта. Я предлагаю вам со мной вместе продвигаться по этому проекту. И, короче, все отлично у вас. Пока. Продолжение следует...